Как называется модель? Мы сейчас ЕКУЦ, 400. Сколько у него лошадей? 410. К этим и многим другим вопросам Сергей уже привык с тех пор, как купил этот электромобиль популярной европейской марки. Два года назад он оказался в Саратове, из Германии, через Москву. Свой необычный выбор хозяин объясняет целым рядом преимуществ перед привычным авто. В отличие от двигателя внутреннего сгорания, во-первых, это бесшумность, раз. Второе. Отсутствует то, как таковое, то есть нет масла, какие-то технические жидкости, только тасол. Но тасол там меняется раз в 60 тысяч. Поэтому, как бы, ну, довольно-таки экономично. Пробег у машины порядка 50 тысяч километров. Запас хода летом 400 километров, зимой 230-250. Полный заряд аккумулятора держится 2-3 рабочих дня. Дозаряжает на 30 процентах, по времени это 20-30 минут. В Саперной есть заправка, есть заправка в заводском районе на Алтынке. Где по пути, там и заправляю. Какой-то другой способ заправки из дома? Ну, из дома это не очень, как бы, удобно. То есть, тот, кто живет в многоэтажках, не очень удобно. Есть в автосалонах у нас заправки. То есть, в Мерседесе есть заправка. В Ауди, не знаю, была, по-моему. Не знаю, ни разу там не заправлялась. Вроде больше нет. Слушайте, вот будущее. Да. Одной ногой в будущем, другой на педали акселератора. Тоже электромобиля, высокий по росту и по статусу водитель. Роман Бусаргин, губернатор Саратовской области. Испытывает модель, созданную в сотрудничестве с китайским лидером автопрома ФАУ, но выпускаемую под маркой Альфа-Рус. Основная задача – максимальное производство компонентов и комплектующих этого автомобиля на территории Саратовской области. Это может стать, и я уверен, что это станет точкой роста для Саратовской области за этим будущее. Как раз о планах губернатор ставит задачу собрать порядка двух тысяч электромобилей для такси и каршеринга в этом году. Все это реализация инвестпроекта пензенской компании Альфа-Тех на территории частного индустриального парка Росбетхим в Энгельсе. Из данных в СМИ компания Альфа-Тех существует с июля 2022 года. До этого времени функционировала под именем УК «Мастердом» и занималась управлением жилфондом. В Саратове курировать проект будет бывший министр экономического развития и торговли Дмитрий Лебедев. Зампред правительства, министр промышленности и энергетики региона Михаил Таргашин от записи видеоинтервью отказался, но материализовался в виде письменного комментария. Из него следует, что на этапе запуска проекта инвесторам должно быть вложено 250 миллионов рублей на приобретение, установку и наладку оборудования, что обеспечит 270 рабочих мест. Общий объем инвестиций ожидается в сумме 5 миллиардов рублей. Также инвестор ведет переговоры по созданию сети зарядных станций. Пока в Саратове всего три подобных устройства. Одна в районе жиркомбината. На момент съемок прикрыта объявлением о временных перебоях в работе. Другая расположена на пересечении Усть-Курдюмской и Летней. На зимнем пейзаже видны отпечатки шин. Значит, кто-то недавно подъезжал. И третья на Новоастраханском шоссе. Их установкой занималась компания Россети. Как объясняют специалисты, все они подключены к электросетям 380 вольт и преобразуют энергию переменного тока в энергию постоянного. Электромобили заряжаются на напряжении 500 вольт. Подходят для заряда любых электромобилей, совместимых с двумя видами мировых стандартов. А это 80% всех подобных машин. В настоящее время все станции работают в тестовом режиме и зарядка электромобилей осуществляется бесплатно. Но у нас прорабатывается вопрос подключения к единой системе. Это будет оператор единой по всей стране Россети электротранспорт. И после заключения договора зарядка электромобилей станет платной. В данном случае зарядка будет осуществляться через мобильное приложение. То есть привязывается к карту к мобильному приложению и дистанционно уже оплачиваете непосредственно саму зарядку. На данном этапе у нас пока конечная стоимость электроэнергии не определена. Ведутся расчеты. Но могу сказать, что это где-то от 17 до 20 рублей. То есть в этом пороге. За что? За 1 кВт в час. То есть, грубо говоря, если мы возьмем то же самое Nissan Leaf, самый популярный, то полная зарядка этого электромобиля будет обходиться пользователю где-то от 400 до 480 рублей. Но эти цифры будут ниже, чем по России. То есть, например, на данный момент, если взять Москву и Санкт-Петербург, у них стоимость 1 кВт в час идет от 22 до 25 рублей. Как говорят Сергеи, по дороге из Москвы ему пришлось зарядиться за деньги. И это вышло дешевле, чем заправить бак жидким топливом. Там Бойва заправлялся один раз платно. Там 10 рублей киловатт стоило. Это было полтора года назад. Практически на нуле туда приехал. Около 800 рублей обошлось. 10 рублей киловатт там это стоит. Если пересчитать на бензин, то есть, грубо скажем, 80 киловатт батарейка хватает, ну, средним на 400 километров. То есть, соответственно, 2 рубля километр, соответственно, 100 километров – это 200 рублей. Пересчитать на бензин 50 рублей за литр также усредним – это 4 литра на 100 километров. Если в Саратове инфраструктура для электромобилей находится в зачаточном состоянии, то в Нижнем Новгороде уже сейчас действует 44 зарядных станции. Об этом рассказывает сюжет федерального телеканала. Там открылась служба такси на базе электромобилей. Их в парке 180 единиц. Нижегородский губернатор тоже провел тест-драйв новинки. Мы участвуем в программах поддержки регионов, которые предполагают субсидирование за счет федерального бюджета строительства зарядной инфраструктуры. При этом, как говорят в областной ГИБДД, регистрация таких транспортных средств – обычная процедура. И сейчас количество электромобилей весьма существенное. Поэтому очередь на три саратовские зарядные станции сильно возрастает. Единственное различие может быть только в том, что у электродвигателя нет номера. У него есть только модель, которая указывается. А так все то же самое. Весь процесс одинаковый абсолютно. На данный момент, по состоянию на 2022 год, на территории Саратовской области у нас зарегистрировано 365 электроавтомобилей. Но это включая гибридов, из которых гибридных транспортных – 275 штук. Что такое гибридные? Гибридные двигатели – это транспортное средство, имеющее гибридные двигатели, в котором сочетается и наличие и двигателей внутреннего сгорания, и электродвигателей, которые выдают суммарную мощность. Чисто электроавтомобилей, где нет гибридной системы, сколько? 90 штук на территории Саратовской области. Вот и приходится из-за нехватки зарядных станций подпитывать свой электрокар любым возможным способом. Этот часто стоит на Московской. Провода уходят в недра заведения общепита. Пока люди едят, питается и машина. При этом, как говорят владельцы, с 1922 по 1924 год они освобождены от уплаты транспортного налога за электромобили. Недавно председатель правительства Михаил Мишустин объявил о старте программы по развитию сети зарядных станций по России. В Саратове же количество этих устройств также должно увеличиться и благодаря параллельным инициативам. У нас в настоящее время разработана и действует программа развития зарядной инструктуры Россети «Волга». Она разработана до 1927 года. В соответствии с этой программой, у нас уже три зарядных станции установлено. В этом году мы поставим зарядную станцию в городе Балакова. В следующем году в городе Энгельс. И дальше также будет Калининский район и Петровский район. На данном этапе пересмотр этой программы не планируется. Но если количество электромобилей будет значительно увеличиваться, то тогда мы внесем в нее коррективы. Говорят, что и пензенский инвестор тоже планирует подключиться к созданию зарядных станций. Их могут начать собирать на том же заводе в Энгельсе. Ну а первый электромобиль должен сойти с конвейера в третьем квартале 2023 года.